Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Приморский край совместно с губернатором Олегом Кожемяка и прокурором края Сергеем Столяровым оценили темпы ликвидации последствий тайфуна Ахиномнор. Все пошло, пошло. Здесь дорога была, там огород. И высота доски где. Представляете потоп? Там уже мощь. Дмитрий Демешин и Олег Кожемяка провели личный прием граждан в селе Лозо, а также в режиме видеоконференц-связи с поселком Ольга и его отдаленными населенными пунктами селом Пермское, селом Милоградово и поселком Моряк-Рыболов. Жители рассказали об оказанной им помощи и о той, в которой продолжают нуждаться. Прокурор района знаете, нет? Был здесь прокурор? Был. Давайте мы подключим прокуратуру здесь. Либо он, либо его зам. Приедет в каждое село, которое попало под удар стихии и отработает вместе с комиссией. И самое главное, ускорить этот процесс. Люди четко понимали, что им государство должно, что им помогут, в том числе, как вот энтузиасты в виде спонсоров, про которые говорил Олег Николаевич, что придется делать самим. По итогам осмотра проведено межведомственное совещание с участием Краевого МЧС России главами местного самоуправления. Отмечено, что вследствие тайфуна погибло три человека. В 69 населенных пунктах были подтоплены 1205 домов. Повреждены 34 моста, нарушалось дорожное сообщение с 45 населенными пунктами. Отключалось электроснабжение в 15 муниципальных образованиях. Прокурорами установлены факты ненадлежащей работы уполномоченных органов. Подтяните слово. Услушали меня? Подойдите, разрешите. Предоспределяемся на запустение, что нарушение закона... В целях обеспечения законности при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также восстановлении инфраструктуры и прав пострадавших граждан, на совещании предложены дополнительные мероприятия, исполнение которых поставлено на контроль. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Вот так. Продолжение следует...